В Донецке остаются тысячи людей с ограниченными физическими возможностями. Они не в состоянии ни покинуть город, ни обеспечить себя самым необходимым. Большинство из них уже около года не получают никаких социальных выплат. Как выживают, узнавали наши корреспонденты. У жительницы Донецка Людмилы Левчун два взрослых сына. Оба инвалиды детства по психологическим заболеваниям. Младшему Евгению 31. Он почти ничего не видит. Мать не может отойти от него ни на шаг. Я дома должна находиться постоянно, должна за ним ухаживать, подавать, варить, готовить, в общем, одевать, выходить с ним. В общем, он самостоятельный. Старший Станислав раньше работал в магазине. Из-за боевых действий работы потерял. Сама Людмила не получает ни пенсии, ни социальных выплат. Семья с двумя инвалидами выживает только благодаря гуманитарной помощи. В это время помогает единственное что, что Ренат Ахметов нам дает гуманитарную помощь. Мы, считая, выживаем за счет этой гуманитарной помощи. Большое-большое ему огромное спасибо. Низкий поклон ему. Владимир Пельгун страдает ДЦП. Его жена Снежана – инвалид зрения. Мужчина работал бухгалтером, но недавно офис компании переехал в другой город. Для Владимира переезд невозможен. Ну, а куда переезжать? Тут, если бы квартиру можно было продать. Ну, у меня маленький ребенок. Мне жить на съемной квартире, начинать жить сначала. На квартиру сейчас не заработаю нигде. Вот. Поэтому остаемся здесь, никуда не выезжали. Только в Куйбышевском районе Донецка остается более ста человек с ограниченными физическими возможностями. Уже пять лет ими занимается председатель общества инвалидов района. Галина Ивановна – сама инвалид с рождения. Прошлым летом она с семьей переехала в Харьковскую область. На новом месте женщина не прекращает помогать своим подопечным. В свое время она обратилась в благотворительный фонд Рената Ахметова. Я с фондом работала очень тесно. Может, из-за того, что, конечно, Ахметов – это его родина, Куйбышевский район. Его знают все люди, его многие. Даже кто не знает, старики-пенсионеры, они всегда его ждали, записки писали, к нему обращались, понимаете, и он им помогал. У Натальи Осычевой редкая болезнь. Ее тело не парализовано, но мышцы и суставы слишком слабые. Передвигаться женщина может только на инвалидной коляске, которую давно пора заменить. Дело в том, что здесь колеса, конечно, чудесные. Они сами на кнопочку нажимаешь, они снимаются. Ну, вот видите, все уже. То есть я же не только дома, еще на улице. То есть когда вот со ступенек выходим на улицу, немножко опасно, они могут остаться в руках, а я дальше поеду. О потребности женщины узнали в гуманитарном штабе Ахметова. И уже вскоре новую удобную инвалидную коляску отправят в Донецк. По поручению Рената Ахметова, все усилия штаба сегодня направлены на поддержку мирных жителей Донбасса, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, это оказание помощи людям с ограниченными физическими возможностями. С августа прошлого года штаб Рената Ахметова оказал помощь в лечении около тысячи инвалидов, оставшихся на неподконтрольной Украиной территории, на сумму 2 миллиона 700 тысяч гривен. Павел Шамилев, Юлия Авдиенко, Анна Бравко, телеканал Донбасс.